Ребята, всем привет! Новый день! Сегодня по плану у нас рыбный рынок Сукичу, потом там же покушать рыбки свеженькие, возможно наконец попробовать что такое японские суши роллы. Вот, потом мы хотим в парк, нам нужно зайти за косметикой, за витаминками, в магазины, то есть пройдемся, в парке хочу снять доку, как мы оформим визу, Илья расскажет про симки, про проходки в метро, так, а что еще у нас было? Илья, какие у нас еще планы были? Кстати, обратите внимание, какая у Ильи прикольная с мураями, футболка из Юниклоу, у тебя наклейка будет, а, цирка, а, и тут наклейка, блин, ладно, потом сделаем, так, а какие у нас еще планы? А, это нам в одном, этот, план-план-план, катить в музей, ой, не в музей, в стукательный центр, Робин-Бобин, короче говоря, классный. Робин-Бобин для взрослых, там и кровавые автоматы. И погода такая классная, мне кажется, это потому что ураган скоро, и мне вот этого страшно, чтобы мы не вылетим. Но вообще погода прям такой ветерок будет, вообще температура комфортная, хотя время близится неумолимо к 12 часам. Вот, и должна была уже быть вовсю жареуха, жарень. Ну что, открываемся в день и погнали. Касли до рыбного рынка забрели на территорию какого-то здания. Welcome to Tsukidji Hongwanji. Я не знаю, что это, но мы попробуем. Ребята, Илья разобрался, это буддийский храм. Кстати, по-моему, буддисты перед тем, как помолиться, нужно помыться или вымыть руки. Возможно, для этого здесь стоит такая вот штукенция. Но территория очень красивая, на самом деле в Японии, куда ни загляни, везде какая-то красота нереальная. В основном мужчины омывают руки, наверное, сейчас будет молиться. Мы уже приближаемся к Киджи, и нас встречает такая вывеска. И как я понимаю, когда мы перейдем эту дорогу, вот это будет вход на рыбный рынок. Здесь как торговые ряды. Вы просто подходите, что-то покупаете. Но очереди, конечно, предполагают быть, наверное, большими. Жарят крабом. Видимо, да. Деликатес. А стоит, однако, лишня три тысячи. Это получается где-то тысяч шестьсот на наш день. Началось, вход на рынок, это не та страна, которую я вам показала, а левее. Если пройти, можно найти Миндия. Очереди даже в будний день гигантские. У японцев какая-то нереальная любовь к замороженным фруктам. О, это что такое? Это всякие мяски. Что это такое? Их тут же прямо, наверное, нам и приготовят. Вот это вот, Илюш, вагюта твоё. Нет, наверное, это муляж, это муляж. Это очень похоже, кстати, на наш, ну, мне кажется, на питерскую Дубровку. Очень похоже. Суши нет. Ну, как раз, вот, говорю, суши, мы здесь поедем. Прямо здесь едят суши, Илья. Прикинь. Суши с сашими просто на каждом шагу. Сколько стоит? Две тысячи. Нормально. Нормально. Билли, давай возьмём, может, или дальше пройдём? Давай, пройдём. Это что такое, ребята? Это что такое? А можно кусок, да, если идти и есть. Реально. Это вообще что такое? Почему всё? Я знаю, почему не хочу сейчас нигде задерживаться, чтобы не было такого, что мы сейчас с тобой вместе наедимся. И потом не знаем, что делать в оставшемся. Надо, короче, найти прямо лучший MVP, чтобы было. Ну, количество рыбы, конечно, зашкаливает. Прям вообще. Ещё везде no card, only cash. Да? Да. Так что, в такой главный момент. Ну, тут уже лепёшка по-то отечественному, ладно. Ну, и не совсем отечественное, честно говоря. Какая-то пульс из печёная. Ну, пахнет кетчупом, кетчупом пахнет. Пахнет кетчупом, кетчупом. Илья купил ещё пульсо-осминога. Ты ровно положил? А, или со сдачей? Она этими же руками денежку взяла. Ну, всё. Ну, всё. Она этими же руками и денежку берёт, и накладывает еду. Слушай, ну, мы одну пятёрку с отцем выбили, осталось теперь помелкненько. Да, попробуем. Наверное, здесь где-то надо встать и попробовать. У нас Илья, как вы поняли, отвечает за то, чтобы попробовать всё. Всё вкусняшки. Жуётся? Угу. 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 Понятно. Угу. 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 А чё там? Вау, икра тут, икруру просто ложкой жуй, все очень красивенькое, ой, я думала ты ушел, к нам подошел администратор хочет, чтобы мы, наверное, уже зашли, выглядит вообще круто Ну и напротив такое, более домашнее производство, и то это орешки, мандаринчики, смотрите, тут автомат с чищеными мандаринами, или что это, с икрой, рыбой Да Нет, или я правильно понимаю, что чищеные мандарины просто продаются в упаковке Да Вау Все верно Ну и пац, молодцы, конечно У них все так, это, для комфорта, для людей, Илья говорит, там все берут какую-то лепеху, и он думает, что нам тоже надо А вон лепеха, там типа краб на ней отпечатался, как будто бы Ну, хозяин-варин, пусть Илья стоит за этим, за этим еще пойти на Вставай в очередь Встанешь в очередь А, непонятно просто, начинается, где заканчивается очередь, очень много туристов Там одна, одна с этим, с кальмаром, а другая с скридвердом Одна со скридвердом, другая, точнее, с этим, с мистером, как его говорили? Крабсом Крабсом, да Не покажем вам эту лепешку, она все распродана, все Мистер и Крабс окончились в этом доме И мы идем по-человечески есть суши Фрукты везде, бананы, плавничка и дынька Хотя у них фрукты это самое дорогое, это прям вот, прям деликатесы Поэтому за ними расстраиваются в очереди люди О, там вагюр, по-моему Да, вагюр, опять, это самое крутое, смотри Я не знаю, как они там делятся, но я знаю, что опять это самое вообще The best of the best Постер они вывесили Вот здесь мяско жарят, давай здесь постоим в очереди Где мяско жарят? Давай Куда вставать? Здесь кушают Тут мяско вагюр Это может быть маленький Малый? Малый? О, окей Малый, мальчик Малый Малый Ты управляешься, правда? Да Спасибо Это вагюр самый премиальный вид мяса Опять Один маленький кусочек стоит на русские деньги Веду 1700 Один маленький кусочек Посмотри, покажи, а этот веер навсегда тебе отдали, интересно? Нет, нет, это мой номер Такую штуку нам всегда тут ждем Два веер себе возьмем Зачем? Мы получили свой заказ вагюр Выглядит вот так Мясо за 2000 рублев Нам тут выложили васаби Фалинчику и какой-то соус А как есть руками получается? Со шпажки Я просто, наверное Что там я макнула, все Как шашлык, да? Да-да-да Целиком я тебя оставить? Оставь, пожалуйста Прикольно, очень вкусно Да? Да я попробую Она что внутри сырая? Реально? Такая, знаешь Чувствуется, что я не прожарившийся Наверное, так не должно было быть Наверное, так не должно было быть Да, должно, я вторую еду Да? Ну ладно Ребята, я попробовала Это просто Это нынешнейшее мясо Оно такое с прожилочками тонкими жира Которые вот не по рамкам Типа на говядине основной Жир вот сбоку висит Оно здесь тонко вот вообще прям По всей площади От тебя Спасибо Спасибо Очень классно Приедаю? Да Покупает Очень вкусное мясо Заслуженно, заслуженно самое вкусное И заслуженно, видимо, такое дорогое Мне очень понравилось Ну как хорошо теперь Мы решили зайти все-таки за суши Нас посадили в такое кафе, где такая вот лента Мы еще не разобрались, как заказывать Давай одну, одни роллы возьмем по одной сушенке Попробовать разной Да, вот здесь вот такие приспособления Это имбирь, соевый соус, соевый соус Зубочистки и здесь вода Вот такие есть прикольные И вот они вращаются, мне кажется, потом, когда ты оплачиваешь Тебе разрешается отсюда их взять Смотри, какой отец И король А по меню? Я вот я взяла вот это вот А это просто за 1, за 600 Аааа Хорошо, что ты разобралась А еще плюс на ло, кстати Плюс на ло? Да Давай Давай вот такие вот возьмем Вот мне нравится Вот такая скрой, чтобы было Здесь должно было быть вот это Понятно, сейчас что-нибудь закажем и вам покажем Это нам принесли еду Спасибо Смотрите, здесь такие вот краники Куда ты нажимаешь, там льется горячая вода А здесь Green Tea от Jumacho Вон я и Илье заварила, как главному фанату Да Возникло недопонимание Возникло недопонимание Возникло недопонимание Но вот нам принесли сейчас попробовать Порвальчики в суши В новых видах Это с тунцом Да Мы, конечно, пришли тут Привыкли к плоти Так в горальне есть Здесь у нас жарено Так наварено И огромная куча нового Немножко Нашего родного, любимого Испара поедать Такой вот Волопедоплёк Да Да, конечно, выглядит классно Нам ещё, кстати, принесли и холодной воды Пока я тут записывала видосик Натирать руки нужно полотенчиком Который вот так вот в роликах лежит Очень приветливый Прикольно Мы попробовали первые роллы Прям очень классно И прикольно, что Они в WhatsApp всего внутрь положили Это было мощно Джинджер Это, кстати, имбирь Кто не знал? Мы не знали Но вот Ты знал? Но я не знаю Тоже здоровье Подписывайтесь Подписывайтесь Вкусненько Вкусненько Говорят, что это джинджер и горлик Сукогары Сукогары Чеснок Суши Эти роллы Едятся с соевым, собственно Да, немножко надо рыбку макнуть Но не снизу Ну, в общем, так Как-то так Хорошая рыбка Ммм 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 Чего? Ну, вышли, кстати, очень дешево Да? Да Клини от рыбного рынка Хочу показать, смотрите Здесь замороженных брикетов Лежат всякие морские Обитатели И потом их приготавливают Продают За 500 йен 500 йен Это вообще 300 рублей на наши деньги Щупальца тут же Тут же вообще Большие линзии Да уж Тут же напитки Давайте посмотрим на морских тварей Блин Их обязательно все сделают Даже на барбекю Райки всякие Все пропустили Чтобы я поснимала Рыбики Райки Рыбики 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 Отак are Вышли замораживают, как бы у них свой фруктовый лёд, замороженные фрукты. Таймон Бридж Камарикиу Гарден. Ремонтные работы. Парк, который выходит, кстати, на воду прямо, поэтому можно сейчас посмотреть на океан по лодке. Посмотрим, что получится, нет? Красивый парк. А там тоже билеты надо в парк покупать? Ну да, там хоть символическая сумма, вроде 300 рублёв. Рублёв? Не ен. А, енок, енок. Дикие яркие у них какие-то информационные тейбл. Так, как парк-то называть? Ну, нельзя летать на дронах. Кто собирался? Ай-яй-яй вам. Что тут ещё? Здесь гарден. Так, специальный место. Голых детей, пожалуйста. Не водите здесь. Welcome to Хамарики Гарден. Хамарики. Хамарики. Ого, Илюсик уже всё. Дайте воды, пожалуйста. Такой, дайте пить. Хочется попить. Илья, что покупаем? Водичку. Ну, кстати, вот тут так много мусорок, наконец. Жаль, мы уже какими-то обманными путями, по крайней мере, я выкинула в чужие мусорки. Что тут? Водичка. Водичка. Айс кофе. Он не видит моего. Айс вичи. Деньги бумажные тратить. Как раз родить с ним что-нибудь наоборот. Везём монетки родить. Что? Ну, правила в стиле Hello Kitty. Милашно. У нас такие расценки. Получается, что взрослый билет стоит сколько? 300. 300. Да, 300 йен. Фри зонтики. Или не совсем фри. А, аренда арендовать. Типа фоткаться прикольно, чтобы было. Вот, тоже вот эти печати, которые можно поставить. Всё-таки... Понятно, прикольно. Их прям тут очень много. Разных. Wave, crest. Такие печатки. Блин, обидно. Ну ладно, мы уже решили, мы приняли решение, осознанное взрослое, что мы не будем ставить печатки. Приняли решение, что мы поплачем по этому поводу. Но дома. Но дома, да. Всё, билет купили? Кстати, билет очень красивый. Покажи поближе. Билет очень классный. Билет, да. Тебилищики сохраняй. У нас, я думаю, наш... Коробочку высоминай. Чемоданки с билетщиками, да. Будет, там, краткость заходить. Ой, билет. Да. Вот такой вот парк, ребят. Мы пойдём гулять. Хотим записать видосик. Про как получить визу. Как подготовиться к поездке. Но это Илья будет говорить, а я его буду снимать. Санкиска, давай посмотрим, что такое везу. Это какие-то слова для отдыха. Но такое не нужно, надо искать, где мы здесь сядем. Продолжение следует... Токийская башня, на которой мы были два дня назад. Дупло. Сейчас там Белочка выскочит. Можем какую-нибудь живность увидеть. Парки. Уточек там. Ребята, вы понимаете, иду по парку и сама себе не верю, что я здесь, что это все со мной происходит. И мне интересно, этот парк кажется настолько невероятно красивым, потому что он новинку или потому что действительно чем-то отличается от того, как у нас приняты это в Москве и даже каких-то больших и вроде должно быть самых похожих городах в стране. Возможно, японцы приезжают к нам в парк Горького и такие, вау, это что, братья Караваевы, это что, речной транспорт, это что, корты в парке, вау, как круто! Поэтому у нас, блин, только изогнутые красивые деревья, как нам это неинтересно уже! Вот интересно подумать, благодать, конечно, насколько граничит бетонки, стеклянды, как мы все называем здания, с природой. Видите, все, ну, запариваются люди, действительно, выращивают разные сорта, столетний дуб у них там подвязан здесь, подвязан тут. Главное, чтобы он стоял и радовал посетителей, была значимость у этого места. Мне интересно, наш глаз просто ко всему привыкает или это просто какое-то чудо света, что-то уникальное? Надо поедет еще по странам и дать ответ самой себе на этот вопрос. Может быть, сейчас приедет в Москву, взглянув свежим взглядом, такие, вау, ну, у нас, конечно, и Кускова, ни дать, ни взять. Посмотрите просто на этот мост, какой он аккуратный, вот деревянный и аккуратный, настолько все аккуратно, что, я не знаю, будто бы я к этому не привыкла. Все-таки народ очень педантичный. Мы так вот в опытовом плане этого я бы не сказала. Когда приходят какие-то парковые зоны, понимаешь. Ну, еще, наверное, пунктик на то, что наши парки, они как бы все бесплатные, и они финансируются из бюджета города, а здесь в парке платы, то есть за его посещение каждый человек заплатил около 200 рублей. И, естественно, то, что за эти деньги они должны предоставить вам комфорт, уют, взаимопонимание, и, как говорится, клиент здесь всегда прав. Такие рыбки здесь водятся, представлено. Вот такая рыбка здесь водится. Что-то! Да, вот эти деревянные штуки выловили раньше. Там писали, что соседи в Круге пускали одну утку, которую уже надрессировали, и прилетели зимой другие. Потом эту одну начинали подзывать, она начала отсюда. Вот она начала сюда плыть, остальные за ней. Они начинали давать дёру, и тут же сокола впускали прямо в них, и дальше с очками уже мужички вот с этой пригоркой отлавливали тех, которые пытались улететь, раненые. Это ты прочитал? Вот здесь написано в картиночках. Клок-клок! Прикольно. А вот с этой водки с чем-то похожим. Ничего себе! А здесь что? Там вот видно, вот по небольшой водоему, вот отсюда кричали утиным голосом, и утка как раз-таки основная, которая вела, сюда пыталась приплыть. Когда деревяшки. А мы тут прячемся. Всем привет! Понятно. Пятерок подул, приятно. Ребята, мы пришли в магазин игрушек на Гинзе. Тут вообще прям детский рай, и очень много игрушек. Вообще, на любой вкус, на вот для чего угодно просто выражает воображение. Их любимые газилки. Тут прям целая вообще коллекция. Что это? Ты такой ухожешь? Купи-купи-купи-купи. Смотри какой. Такой шопер себе? Давай купим. Конечно. Прикольно. Смотрите. Блин, если бы я угарала по всем этим динозаврикам, мне кажется, мне бы это понравилось. Крошечка с этой газилкой. Ооо, это как хунь туболки. Везде Годзилла. Ну не везде. Да. Только в этом разделе. О, нет. Какой складный шопер вообще. Что, берем? Да, я с ней буду просто забить пакетами и пидорочку дарить. Он единственное, немножко маловато тебе, конечно. Ну вообще, я не знаю, там только родившись в Советности. Да он для руль, он ручной. Я буду руководить пакет. Ну если ты хочешь, давайте. Это можно леники. Да, пройдемся, тут там есть для больших мальчиков. У птички. Да. А как обратно сделать? Опа. Нажимаешь. Оп-оп-оп. Он такой, боже, захватывается. Приятный. Выбери своего покемона. Там что-то появляется. Мы такое не знаем. Разные всякие приколюшки. Но они для детей, Илья. Ты так смешно в них выглядишь. Нанять. Блин, мне кажется, в таких качках отличных подворотных московки где-нибудь Бутова за детьми охотятся. Нормально. Нормально ты, Бутова. Какие брелочки. Давай купим какой-нибудь такой. Брелочки в виде еды. А, ну они, кстати, дорого стоят. Они стоят 1800-1900. Опа. Это дорого. Лего по колюшке. Магазина? Восемь этажей. Нет, это офис флот. Дальше. Ресторан. Парк Той парк. Четыре этажа. Чё там? 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 Пойдём. Пойдём. Чё там долго не... А, он на третьем этаже. На втором. Сейчас вклееет. На четвертом этаже здесь такая дорога. Блин, я всё детство себе хотела такую штуку. Вы не представляете. Я себя хотела. Друзья, мы идём смотреть на императорский дворец. Тут по совместительству парк. Я жёстко устала уже за сегодня ходить. Потому что сегодня был дико пеший день. Вот. Надеюсь, нас какая-нибудь лужайка приютит. Я сяду на неё и буду просто... Ещё вчера мы начали смотреть аниме «Ученик зверя». Было бы классно его смотреть. Оно идёт где-то два часа. Нам осталось 25 минут. Потому что мы и так в два часа ночи легли. Посмотрите. Это просто вот что за лепота-то, красота какая. Вы знаете, мне даже интересно. Вот я когда буду монтировать, сколько раз я сказала слово «лепота»? Или «красота», или «как красиво», или «как кайфово». Мне даже прям самой интересно. Людей, кстати, на улице почти нету. У них парки закрываются в шесть часов. Мы пытаемся сейчас изо всех сил успеть. Как-то закупились в этом магазине игрушечек. Пытаемся изо всех сил успеть. Кстати, пятна — это что? Если что, не волнуйтесь. Это просто вода здесь повсюду есть. Ну, не повсюду, уж это громко сказано для туристов, что прям повсюду. Но встречаются все-таки краники с водой. Там есть как питьевая вода, так и просто ручки помыть, сполоснуть. Так вот лицо протереть. Ну вот, и оно немножко брызнуло. Так. Что еще? Все, а она закрывается. При условии, что мы легли в два, вышли сегодня в десять. У нас не так много времени. Было на все про все. Но мы, так как завтра предполагается тайфун, послезавтра у нас здесь только утро, и потом уже самолет, и там 30-часовая поездка обратно домой. Сегодня мы делаем все пешие маршруты. Посмотреть все за несколько часов до закрытия парков. Вот я думаю, а люди после работы, получается, они не могут даже в парк сходить. Вот они условно работают с девяти до шести, до 40-часовой рабочий день. Что-то как-то не выяснял этот вопрос. Но они даже не могут после работы сходить в парк. Это грустно. Получше бы они могли сходить в парк. Тем более, когда они у них такие классные. Давай мы на нее пока не пойдем? Или пойдем? На площадку? Почему? Это просто парк сам. Анимашками ехать. Угу. Все верно? Да. Иди за кроссовочки. Да. П Опять! Оооо. Всё верно. Б determined. Каппа. Иди за кроссов. Хочу вам рассказать, что если вы покупаете в магазине на сумму больше 5000 йен, то есть это на наши деньги около 3000 рублей, даже меньше 3000 рублей, то вы можете, как иностранный гражданин, сделать tax-free прямо по магазине, то есть если в остальных странах, насколько я знаю, в которых мы, по крайней мере, были, tax-free оформляется в аэропорту и там на какую-то только гражданскую сумму, то здесь это можно сделать, не отходя от кассы, прямо говоря. Для этого вам нужно будет носить с собой российский паспорт и всё, ну то есть российский загранный паспорт, заграничный, и вам тут же сделают tax-free 10%. Надо обратить внимание на то, что не на всех кассах его смогут сделать, и во многих магазинах, даже, например, Uniqlo, у них есть специальные кассы для людей с tax-free. Кстати, в Uniqlo мы обратили внимание на то, какое гигантское количество людей было, именно из русскоговорящих, было очень много русскоговорящих людей. Вот они приехали на закупь. Молодцы, чё сказать. Императорский дворец, ребята, там везде стоит охрана, поэтому я постеснялась снимать, но вообще в целом там ничего не видно. И на самом деле монарх, император, это номинальная должность в Японии, у них всем правит парламент, а император участвует в церемонии. Кстати, интересный факт. Их дочка, принцесса, моя ровесница на тысячу первого года рождения, а жена императора какое-то время училась в Москве. Ну, тут, скорее всего, в школе какой-то императорской. Вот так, фэн-факт. Смотрите, как здесь жёстко бегают люди. Мы, когда сидели ещё на другой стороне, видели, что там прямо толпа, как будто бы какой-то марафон бегут. Но я предполагаю, что, скорее всего, это просто люди вечером после работы, какой-то клуб бегательный, когда они бегут и получают удовольствие, бегая по природе, красоте города. Ну, сейчас, конечно, красиво. Солнышко немножко село, стало похолоднее. Здесь шли в новое кафе. Ну, какое кафе? Украинец. Здесь улица прям целая была, над нами метро, и очень, кстати, шумно. Вот что вчера мне потали. Это у них такие напитки есть с лимоном. Мне это прям очень вчера понравилось. У них есть алкогольная. Вот это без... No alcohol. Пока что прикольное очень место. Называется... Так. Оша? Оша. Похоже на Оишо. Как магазин, помните, раньше был? В Москве. Ну, мне кажется, где-то здесь тоже есть. С нижним бельём, пиджамами, седлям. Людей много. Нас, конечно, посадили, но это был единственный свободный столик. Ну да, вот, видимо, просто люди, которые работают по кругу, то есть в фортепельмах выходят, просто работают, перекусить. Короче, он давно поехал. Принесли кёдзе. Мы добавили в них соевый соус с уксусом. Да, вот, видишь, нам закуси сказала про соус. Это острый чили, их нет с ним. Это просто уксус. Это... Это всё перемешка. Вот это всего, ещё соевый соус. Вот, такое. И вот, вон, такую ещё добавили, гель. Фельмешки или что-то другое? Горячо? Не торопись. Похоже на пельмени или немножко всё-то другое? Тут больше на мясе акцент, как будто бы. Мне прям говядину ударило сразу в нос, очень сильно, когда я съел. О, нам следующее блюдо. КАКИ. О, нам следующее блюдо. О, нам следующее блюдо. О, нам следующее блюдо. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. ДимаTorzok.